Два гея такие просыпаются рано утром, и один такой говорит, Сережа, он говорит, да, Сереж, засунь, пожалуйста, мне пальчик в попу. Тот такой, зачем? Ну, засунь, так засуну, и говорит, ой, там что-то есть, он говорит, вытаскивай, вытаскивай, это золотые часы, ролис, говорит, это же золотые часы. Тот такой, happy birthday to you, happy birthday to you. Так, все, я на***ли мои добрые, милые анекдоты про семейные отношения. А, ты еще не рассказывал? Да. Если хотела, опять терапевтически. Говно и унижение. Давай. Заходит мужик в ресторан, взъерошенный, что-то забегает, садится, такой, официанта мне, быстро официанта, подходит официант, такой, что? Он такой, водки, принеси водки, мне много водки, и стакан не надо. Официант такой, приносит водку, начинает пить. Официант стоит, говорит, а что случилось? Ты такой, неси еще водки. Он, да что случилось? Он такой, да я, короче, первый раз в жизни попробовал минет. Вот, официант такой, так это же прекрасно. Может, шампанское? Он такой, шампанским этот вкус не перебить, неси водки. Эти два глотка. Эти два глотка. Ну, что я хочу сказать. Пошел так домой. Так, от меня пахнет луком, и никто не посмеялся. Ненавижу всех. Ну, такой хохляцкий, но коротенький. Я все равно уже ничего не участвую. Баба, баба, значит, окно открывает, говорит, кто это там сцит, як та корова? То я, маму. Пысый, Донюшка, пысый. Вот хороший анекдот, Денис. Так, ну, служба, исповедь, значит, и мужчина исповедуется священнику. Сын мой, ты отрекся от сатаны? Ну, я не могу, не могу. Вот сколько пытался, не могу. Почему? Ну, как я могу? Это же сердечко. У меня все-таки с ней два сына. Вот так вот, хорошо, да. Я думал, настоящая сатана, хотя... Ладно, можно байку, можно... Два актера подрабатывают Дед Морозами. И один просит другого, зайди, пожалуйста, ко мне домой, поздравь мою жену с ребенком. А ты сам не можешь? Не, я очень дорого беру. Хороший анекдот. Актуально, Новый год. Ну, не анекдот, просто рассуждение. Размышляют два друга. Вот один другого спрашивает, ну, ты как думаешь, когда мужчина и женщина занимаются сексом, кому приятнее? Второй говорит, ну, конечно, женщине. Он говорит, а почему? Ну, вот ты, когда в ухе ковыряешь, кому приятнее, пальцу или уху? Вот так, тоже хорошо. Спасибо. Начнем первый ознакомительный круг. С кого начнем? Давай с тебя. Давай. Давай. И в эту сторону пойдем. Не вылетаем же? Не, не вылетаем. То есть можно даже не анекдот особо, да? Да, можно байку. Можно байку. А, херню всякую. Слава богу. Здесь я могу. Надежда Бабкина очень любит гулять по тысячелетнему лесу, которое сама и посадила. Вот так вот. Ну, это мы помним. КВН, да? КВН, КВН. Хорошо. Нас авторские. Ну, этот. Все. Амика, опять же, скажет. Шутка. Так, ну, поехали. Коротенький анекдот. Приходит миллиардер. Это важно. Миллиардер приходит к врачу и говорит, доктор, я никак не могу пописать. Он говорит, что случилось, голубчик? Рези, боли, что-то некомфортно. Он говорит, да нет. Только штаны приспускаю, уже кто-то сосет. Миллиардер. Я говорю, это важно. Миллиардер, да. А, ну, понятно, среди вас нет миллиардеров. Ну, да. Почему? Да почему мы сейчас просто завидуем, мол, сейчас снимать миллиардер? Или совсем, я ведь знаю. Одно из двух. Встречаются два одноклассника бывших. Один такой прям спрашивает другого, как у тебя дела? Да ты знаешь, в последнее время ничего как-то пошло. Я решил заняться бизнесом, открыл свой публичный дом. Хочешь, приходи ко мне. Да, интересно, интересно, ну, как бы опыт. Тут приходит, тот ему дает прайс, там, значит, есть в рот, пожалуйста, столько-то, в жопу, столько-то. Тот говорит, ну, как здорово. А классика есть? Тот говорит, ты знаешь, я недавно открылся, пока один работаю. Все начинающие ИП-шницы, да, понимаем? Да? Да, 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 да. Я не знаю теперь, какой у меня анекдот вообще, приличный, неприличный. Жизненный. Он и она находится в комнате, она такая к нему подходит, такая, слушай, хочу секса. Секса хочу очень сильно. Хочу, хочу прям так сильно, что вот прям сейчас. Я не знаю, почему она тебя это делает. Хорошо, хорошо. Она такая, вот ты можешь два часа? Он такой, могу. Она такая, а скажи честно, ты будешь кричать? Он такой, буду. От ужаса. Он такая, почему от ужаса? Он говорит, ну, прикинь, я все, а еще впереди час пятнадцать. Час сорок пять, там, не час. Тебе меньше повезло, тебе повезло меньше. Я прям специально рассказал по-другому. Виталя, ты зашел, ты начинаешь рассказывать. Окей. Ситуация странненькая. Да. У жены умер муж. Похороны. И вот она склоняется к гробу и ревет. Коленька, лебедь ты мой, кто ж меня теперь будет ебить? Поп ходит. И он такой, типа, да такую жопу я поебу. Кто такой, а что дальше будет? Сегодня погребение, завтра поебенье. Ну, я считаю, что за штукартом можно и рассказать такую херню. Ну, я культурно расскажу такой, тоже хохлядский, старый культурный анекдот. Значит, в Киеве настроили этих высотных домов. Ну, из деревни понаехали, там, все там, квартиры получили, там, все работает, там, все. И такая картина. Ну, то есть, эту картину надо представить, там, с пятнадцатого этажа вываливаются, значит, эти буханки. И кричит, Ганжелло! Ганжелло! Шоу, маму! Ты до дому, Генрих, срался! Ну, вот давайте так, хорошие же эти анекдоты были, правда? Вот некоторые анекдоты, они переезжают в современный мир, становятся там современными реалиями, а некоторые и так хорошо. Которые Эльдар рассказал, например. Дело в том, что у нас с звукорежиссерами в советское время постоянно работали ребята с Украины. Хохлы, короче. И такие анекдоты привозили шикарные. Ну, сейчас у нас другие звукорежиссеры, но анекдоты остались в душе. Такие, хохляцкие. Короче, молодой агроном получил направление в колхоз. Идет себе по тропиночке с чемоданчиком, на палке у него сверточек этот, замотанный в тряпочку. И идет, идет, идет. Вдруг из-за кустов корова выглядывает. Говорит, о, добрый день. Тут говорит, здравствуйте. Вима будь наш новый агроном молодой? Он говорит, да. Шукаетесь ли Раду? Он говорит, шукаю. Да, это просто. Это вот там червенный прапор на хате. Это и я сельрада. Он говорит, слушай, а ты что, по-человечески разговаривать умеешь? Да я и по-аглянски могу. Я и в Лондоне на выставке была. Тут пошел такой. Приходит там председатель, значит. Тут подает ему направление. Как вы нас нашли-то? Так, корова какая-то, слушай, подсказала дорогу вообще. Говорит, и по-аглянски была. Может, да. И в Лондонце была. На выставке. Ага. Брешет, нигде она не была. Да. Хорошо. Все вместе. Анекдот от баклажана. Ба-ба-ба-ба. Анекдот от баклажана. Вау-вау-ва. Анекдот от баклажана. Еее. Анекдот от баклажана. Баклажана. Спасибо, Слав, огромное. Вячеслав Мясняков. Сегодня и всегда. Спасибо за все. За чувство юмора и удивительную улыбку. Классный канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому